Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Портал Экзегет, книга судей, 11 глава. В 11 главе рассказывается про очередного судью, очередного спасителя израильского, которого зовут Ифтах. В синодальном переводе Иеффай. Ифтах тоже был с Галаада, вот с этого самого Нагоря Галаадского, с этих холмов Галаадских, с северная часть Завердания. Мы о нем читаем в начале 11 главы. Ифтах, Иеффай, Галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иеффай. Вот мы узнаем о его матери. Значит, она была зона. Не блудница, а блудницы это те, кто занимаются, женщины, которые занимаются этим в свое удовольствие. А зона это профессия женская. Вот мать его была зона. От Галаада родился Иеффай. Почему здесь Галаад, вот эта местность, представляется как отец Ифтаха? Ну, может быть, отец не был известен, поскольку мать была зона. То поэтому имеется в виду, что он был Галаадитянином, как сказано выше. Дальше говорится о жене Галаадовом. Галаадова. Жена родила ему сыновей. Представляется так, будто бы Ифтах сын некоего человека по имени Гильад. Но Гильад это местность. Родила ему сыновей. Жена Гильада. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ифтаха, Ифая, сказав ему, ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. Вот такая семейная история. Не очень-то она приглядна, эта история, но вот Ифтах и Ифай избран Господом для того, видимо, уже Господу Нейского больше было особо избирать, богочестивых людей было не шибко много в ту пору. И вот выбор Божий пал на вот этого самого Ифтаха. Хоть он и сын блудницы, хоть у него непорядки противоречия в семье, где его братья не хотят его признавать, выгоняют из дома отца. И Ифтах вынужден скрываться от своих братьев. Об этом мы читаем в третьем стихе. И убежал Ифтах от братьев своих и жил в земле Тов. Земля, эрец, слово женского рода. А вот Тов, прилагательное, мужского рода, значит, хороший, добрый. Вот здесь к существительному женского рода добавлено прилагательное хороший. Земля хороший. Поэтому и в западных переводах, и в русских переводах считается, что это имя собственное. То есть не просто нарицательное какое-то прилагательное, а имя собственное, название вот этой самой земли. То есть какая-то местность была небольшая, видимо, которая называлась хорошая земля. Земля Тов. И собрались к Ифаю праздные люди, и выходили с ним. Праздные. Рекам. Рек – это пустой. Рекам – пустые. Вот эти люди были не праздные, а пустые. Вспоминается сразу же параллельная история, 9 глава, где про Авимелеха говорится, в 4 стихе 9 главы, что Авимелех нанял на оные, на деньги, данные ему из дома Ваалберита, праздных и своевольных людей, которые пошли за ним. Вот тут тоже в 9 главе это прилагательное «рекам». Рек – пустой, рекам – пустые. Пустые люди. Синодальный переводчик предпочитает говорить о людях праздных. Праздные люди. Праздные люди. И выходили с ним. Что значит выходили? Ну, такая ОПГ или ЧВК, которыми командовал этот храбрый Ифтах и Ифай. Чем они занимались, нетрудно себе представить. Наверное, разбоем и бандитизмом. Через несколько времени амманитяне пошли войною на Израиля. Вот они. Амманитяне опять уже говорилось, вышивая в 10 главе, что они перешли и Ордан, 9 стих 10 главы, чтобы вести войну с израильтянами. И вот говорится здесь в 4 стихе, что они пошли войной. Повторяется то же самое. Во время войны амманитян с израильтянами пришли старейшины галацкие взять и Ифая из земли Товв. Его группировка там в земле Товв хозяйничала. А старейшины галацкие, то есть авторитетные люди, строй был родоплеменной тогда, еще государственности не было у Израиля. И вот эти самые старейшины здесь посылают за Ифтахом. Они здесь названы Зикней. Зикней Гильад. Старцы старейшины. Закен – это старец, старец, старик, старейшина, пресбитерос по-гречески. Вот пресвитеры, пресвитеры вот эти вот, сгним. Старцы, старейшины пришли за Ифтахом галацкие, за своим земляком. Ифтах сказал старейшинам галацким, не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца своего? А почему он так им отвечает? Я пропустил шестой стих. Сказали они, вот эти старейшины, Ифтаху, приди, будь у нас вождем и сразимся с аманитянами. Он человек храбрый, у него своя ЧВК. Давай, сразимся с аманитянами. Не вы ли возненавидели меня, отвечает им Ифтах, и выгнали из дома отца моего? То есть эти старейшины здесь – это его братья. В прямом смысле и в переносном. Зачем же вы пришли ко мне ныне, когда вы в беде? Старейшины галацкие сказали Ифтаху, для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аманитянами и был у нас начальником всех жителей галацких. Вот чего они хотят, чтобы он был у них начальником. Слово «мелех» – царь – пока не используется, монархия еще не сложилась, хотя были попытки, был узурпатор Авимелех. Но еще пройдет какое-то время, прежде чем появится у Израиля первый царь, которым будет Шауль. Здесь они хотят сделать его начальником. Здесь стоит слово «рош». В данном контексте следует понимать под начальником военачальника. Рош – это голова, глава. То есть, чтобы он у них был главнокомандующим. Военачальником. «И сказал Ифтах старейшинам галацким, если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аманитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Останусь ли я у вас начальником? То есть, действительно ли я останусь у вас, рош – начальником, военачальником? Буду над вами, и вы будете меня слушаться. Дальше они заверяют его. Старейшины галацкие сказали Ифтаху, Господь да будет свидетелем между нами. «Что мы сделаем по слову твоему?» Видим, что Ифтах хочет таки быть начальником над Галаадом. Там Гадд, полуколеном и наше, в тех краях, где живут эти самые старейшины. Местность называется Гильад, Галаад. Дальше читаем. Одиннадцатый стих. «И пошел Ифтах со старейшинами Гильада, и народ поставил его над собой начальником и вождем. И Ифтах произнес все слова сии пред лицем Господа в Мицпе». Мицпа – это было какое-то место особое, культовое там находилось, какое-то там было святилище в честь Господа Бога Израилева. И там Господа, видимо, призывали в свидетели. Вот есть старейшины, есть Ифтах. Они пришли в это культовое место, в Мицпу, и там пред лицем Господа, то есть какой-то жертвенник, видимо, там был, культовое место, они повторили свои слова. Они повторили свои обещания старейшины, а Ифтах со своей стороны произнес все слова сии, то есть какие имеются в виду слова. Ну, никаких слов, кроме как вопроса, который он задает старейшинам, вот, этим мы здесь не находим. Вот. Дальше будет много слов Ифтаха, которых он пошлет через своих послов к царю Амманицкому. Вот, но это другие слова, это не в Мицпе, не в Массифе. «Начальником и вождем поставил его над собой народ, и старейшины галацкие, и народ поставили Ифтаха начальником и вождем». 11 стих, 11 глава, 11 стих. Посмотрим, какие в еврейском тексте здесь термины. «Ле рож у ле кацин». «Рож» – глава, «кацин» – это начальник. Здесь переводится «вождь». Здесь как раз «рож» переведено начальник, а «кацин» переведено через «вождь». «И послал Ифтах послов к царю Амманицкому сказать, что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей». О, как Ифтах уже говорит, на земле моей. Не нашей, а моей. То есть, поскольку он рож, поскольку он кацин, он говорит прямо как царь. Как бы вот ты Амманицкий царь, у вас там уже Аманитян монархия сложилась, и я тут тоже вроде как бы царь. Но на самом деле он не царь, он шофет, он судья Израиля, харизматический вождь. Монархия к тому времени еще не сложилась, не было регулярной профессиональной армии, а только народное ополчение. Не было наследственности у этих самых судей. И, в общем-то, были сильны традиции военной демократии. И каждое колено жило отдельно, в каждом колене еще был родоплеменной строй. И была конфедерация, не очень-то надежная конфедерация этих самых израильских колен. И раздробленность такая, вот междоусобица часто, непонимание колена Ефраима постоянно выдвигает какие-то претензии. Вот к нему они тоже будут, к Евтаху, выдвигать претензии к этому голодитянину. Как выдвигали претензии к Гидону. Как выдвигали они претензии к Гидеону. Ефраимляне. Ну, в конце концов, закончится все. Книга судей вообще завершается гражданской войной. Войной против целого колена, истреблением этого колена. Гражданской войной. Так, ничего хорошего с точки зрения автора книги судей не было в этом, в таком положении, в таком состоянии дел в Израиле. Каждое дело все, что считал нужным, все, что считал правильным, не было в то время царя в Израиле. Рефреном повторяются несколько раз. Повторяются эти самые слова. Если с точки зрения первой книги царств поставление царя в Израиле – это измена Богу, то похоже, что с точки зрения автора книги судей или редакторов этой книги, как раз наоборот. Монархия – это хорошо, а вот такое родоплеменное устройство общества с его свободой, с его военной демократией, оно оказывается в проигрыше такой, такой строй, такой режим. Ифай посылает послов к царю Амманицкому с таким вот вопросом. Царь Амманицкий сказал послам Ифтаха. «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана, и так возврати мне ее с миром». Иордан был границей, но колено Гадова, колено Рувимова, пол колена Менашея захотели жить там, за Иордане, потому что там хорошее пастбище для скота. Моисей благословил им там жить, и когда закончились войны по изгнанию хананеев, семи хананейских племен из Святой Земли, из Ханаана, тогда воины из этих колен Рувимова, Гадова и полуколена Менашея вернулись к своим стадам туда, в Заирдане. Как описывается это в книге Иисуса Сына Новина. И вот здесь царь Амманицкий выдвигает, как бы мы сегодня сказали, предъяву. А кому? Вот этому Евтаху. В этом Евтахе они видят предводителя всего Израиля, аммонитяне. На тот момент действительно, хоть и ограничена была его власть лишь северным, частью северных колен, но другого-то никого и не было. Поэтому справедливо такое вот, то, что аммонитяне считают Евтаха предводителем всего Израиля. Поэтому претензии, которые у них к Израилю, ко всему, они выдвигают, озвучивают, через послов передают Ифтаху. 14 стих. Ифтах в другой раз послал послов к царю Амманицкому сказать ему. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Так говорит Ифтах, Израиль не взял земли Моавицкой из земли Амманицкой. Дальше повторяется история, рассказанная в книге чисел. Ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Кадеш. Все странствование Израиля описано в книге исход и в книге чисел. Вот здесь история странствования Израиля по пустыне, заключительный этап этого странствования. И уже Израиль движется к обетованной земле. Все эти этапы, книга чисел. И вот пришли к Черному морю, Кадеш, место известное, святое. Оттуда послал Израиль послов к царю Эдомскому сказать, «Позволь мне пройти землею твоею». Но царь Эдомский не послушал, и к царю Моавицкому он посылал, но и тот не согласился. Посему Израиль оставался в Кадеше. Эдом, самое южное из этих трех народов, народ самый южный. Эдом еще южнее, чем Амонитяне и Моавитяне. Там, где сейчас расположены Акаба в Иордании, залив Акаба, Эйлат, Этсон Гевер, и еще южнее. В общем, на юг от Мертвого моря гораздо южнее, чем Аммон и Моав. Эдом и Думеи там жили, родственники, близкие родственники Израиля. А Амонитяне и Моавитяне – дальние родственники. Об этом мы читаем в книге «Бытия». От кого произошли Эдом, Моав и Аммон. Интересная история. Но здесь описывается история, почему израильтяне поселились там, в Заирдане. «И пошел пустыню, именовал землю Эдомскую и землю Моавитскую, и, придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном». Арнон служит границей Моава. «Поток Арнон, который впадает в Мертвое море». «В пределу земли Моавитской расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава, граница Моава. И послал Израиль послов к Сигону царю Амарейскому, царю Исивонскому, и сказал ему Израиль, этому Сихону, «Позволь нам пройти землею Твоею в свое место». Это уже Амарей. «Но Сихон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сихон весь народ свой, и расположился станом в Яаце, и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израиле Сихона, и весь народ его в руки Израилю, и он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Амарея, жившего в земле той». То есть не совсем, как бы, точно так же описывается эта история, как в книге чисел, но, в общем-то, общие черты те же самые. «И получили они в наследие все пределы Амарея, от Арнона до Явока, и от пустыни до Иордана». Арнон-Явок, да, северная и южная граница, и Иордан, и имеется в виду сирийская пустыня, это восточная граница, и Иордан западная. «Итак Господь Бог Израилев изгнал Амарея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие?» Отвечает Ифтах. «Издревле эта земля не была землей амманитян». Потом там амманитяне поселились, а изначало там вот Амареи жили. Амареи тоже одно из хананейских племен, но жившее вот в Заярдане. Всей землей распоряжается Господь. Господня земля, и все ее концы принадлежат Господу. Самые отдаленные острова даже. Поэтому Господь кому хочет, тому дает землю. Люди придумывают границы, сооружают. Границы порой непроходимые, да, минируют эти границы. Но это все временно, и ничего не стоит. Земля принадлежит Господу, и Господь кому хочет, тому ее и дает. Были одни царства, были другие царства, были хананейские народы. Господь даровал эту землю Израилю. Были эти территории когда-то под контролем Египта, потом попали под контроль новоассирийского царства. Хетты контролировали святую землю. Потом осирийцы. Потом сменилась эпоха, пришли им на смену вавилоняне, новоавилонское царство. Потом персы. И читая священное писание, мы видим, что пророки и вообще все священные писатели говорят однозначно, что это все решения, кому отдать ту или иную землю и одну империю сменить другой империи, все эти решения принимает лично Господь. Он творец истории, Он управляет историей. Это должен усвоить народ аммонитяне. Ифтах их тут сейчас наставит. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Амария от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие. Глупо, если Господь изгнал Амария, даже не тебя, не аммонитян, а Амария, то ты-то здесь при чем? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе хамос Бог твой? Не хамос, конечно, а камош, камош Бог твой. Здесь возникает некоторая несогласованность, потому что на самом деле камош – это верховное божество не аммонитян, а амуавитян. О аммонитян верховным божеством был мельхом, божество аммонитское. Но, видимо, почитали и хамоша тоже, божество соседнего братского народа, почему бы его тоже не почтить. Языческие божества, они вообще очень толерантны. У них нет никаких возражений, если почитают их и заодно почитают еще других-то каких-то других башков. Бог Израиля совершенно нетерпим к другим богам. И тот, кто служит ему, больше никому другому служить не может и не должен. Господу Богу твоему одному, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И Израиль исповедует в своем символе веры Адонай Элухейну, Адонай Эхад, Господь. Бог наш Господь един есть и по-другому быть не может. А вот эти все камоши, мельхомы, валы, астарты и прочее, они все очень, в отличие от Господа Бога Израилева, истинного Бога, очень терпимы. И потом боги греков и римлян будут тоже очень терпимыми. Все эти восточные божества будут импортированы и греками, и римлянами включены, включаться будут в их греческие и римские пантеоны. А Господь, Бог Израиля, Он исключительный Бог, Он не терпит никаких конкурентов и никакого соседства. Да не будет у тебя других богов при лице моим, не поклоняйся им и не служи им, гласит первая заповедь. Дальше задает, продолжается серия риторических вопросов Ифтаха и Ифая к Аммонитскому царю. Не владеешь ли ты тем, что дал тебе хамос, Бог твой, хамош? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь Бог наш. То есть Господь нам дал землю обетованную, которую обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Но может возникнуть вопрос. Земля обетованная, ее границы служит Иордан. А за Иордане колено Гадова, колено Рувимова и пол колено Моносии как бы изначально не предназначались для того, для израильских колен, чтобы они там поселились. Но история книги чисел поведала нам, что таково было желание поселиться там, колено двух с половиной колен, за Иорданских вот этих самых колен, Рувим, Гад и пол колена Минаше. Но здесь тоже ведь не без воли Божьей это происходило. Поэтому Господь благословил Моисея, а Моисей благословил эти самые два с половиной колена. Поэтому это тоже наследие, данное Господом Богом, своему народу, народу израильскому. Дальше задает вопрос. Разве ты лучше Валака, сына Сепфорова, царя Моавицкого? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ним? Ну, читаем мы об этом Валаке в книге чисел, в главах 20 и 21 и потом в книге второзакония. Во второй главе вспоминается эта история. Валак нанимает Бильама, Валаама, проклясть Израиля, да? То есть хочет поссориться с Израилем, проклясть его, уничтожить его, даже просто без войны, просто вот проклясть его и уничтожить. Но ничего у него не получается, потому что Израиль под полной протекцией своего Бога, который ведет его к обещанной Авраму, Исааку, Якову, земле, к земле обетованной. История книги чисел. Ничем, конечно, не лучше этот самый Амманицкий царь, этого самого Балака, своего предшественника, сына некоего Ципор. Здесь Ципор зовут. Балак Ципорович. 25 стих. Ципор – это птица, мужской род, птиц. А есть женская форма этого слова. Ципора. Так звали жену Моисея. Ципора. Ципор, Ципора. Птица мужского рода. Птица женского рода. Вот здесь вспоминается этот самый Балак Ципорович. Папашу его звали Ципор. Царь Моавицкий. Это там Маницкий, к кому послов посылают, а тот был Моавицкий. Моавицкий царь нанял Бильама, Валаама. Помним эту историю. 20 главы книги чисел. Вместо проклятия Балаам изрек благословение Израилю. Ничего не вышло с замыслом Балака, сына Ципорова. Ничего не выйдет у этого аммонитского царя, к которому Ифтах посылает послов. Дальше Ифтах продолжает свою речь через послов. Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Аруэре и зависящих от него, и во всех городах, которые близ Арнона, поток Арнон. Для чего же вы в это время не отнимали их? В то время не отнимали их. То есть надо было тогда и отнимать, раз вы претендуете. Но претензии эти безосновательны. А теперь, когда Израиль ослаб, вы решили отобрать земли, которые вообще-то вам и не принадлежали. Частично, может быть, принадлежали, конечно. Но изначально эти были земли амморейские, а не аммонитские. А я невиновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Здесь от имени всего Израиля, говорит Ифтах. Господь судья да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами. Здесь Ифтах говорит, что Господь истинный судья, и он будет судить. Ишпот – глагол. Господь – гашофет. Атрибут Господа в том, что он судья, судья, который решает судебные споры, судебные тяжбы. Вот здесь спор о земле. Израильские колена, с одной стороны, и народ аммонитяне, с другой стороны, спорят об одном и том же участке земли за Иорданской. И Ифтах призывает Господа рассудить. И Господь рассудит. Но не внемлет его убедительным речам аммонитский царь. И напрасно не внемлет. Но царь аммонитский не послушал слов Ифтаха, с которыми он послал к нему. И был на Ифтахе Дух Господень. Сам Господь, Дух Господень руководит судьями. Руах – Дух Господень. И прошел он Галаад и Моносию, и прошел массиву Галаадскую, Гильад, Менаше, имеется в виду колено Менаше, самое северное колено из Заирданских колен. Митспа, которая уже упоминалась, где произносились взаимные обеты, жить старейшинами Гильада и Ифтахом. Митспа Гильадская и пошел к аммонитянам. Значит, он пошел на них войной. Были ли только вот эти пустые люди, которые за ним ходили, как мы читаем в начале главы, то есть его собственное ополчение, его собственное ЧВК, или было еще какое-то народное ополчение из тех краев, не уточняется. Число ополченцев тоже не называется. Секретная информация. «И дал Ифтах обет Господу и сказал». Дальше Ифтах обращается к Господу, дает обет. Обет, который современного читателя может напугать, поразить. Но Библия, Священное Писание, даже о тех людях, которые руководятся Духом Господним, на нем был Дух Господень, на Ифтахе. Это духоносный, духоносный вождь, духоносный судья Израилев. И он дает очень странный Господу обет недр. И говорит, «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сия на всесожжение». Во всесожжение, на всесожжение. Всесожжение – жертва, которая целиком сжигается для Господа, в приятное благоухание Господу. Эта история очень, которая может показаться странной, не случайно, потому что в Израиле жертвоприношения были запрещены. Человеческие жертвоприношения. А вдруг человек выйдет навстречу? Дальше мы узнаем, что так и случится. И не больше, не меньше, как собственная дочь Ифтаха. Но от книги «Бытия» 22 главы, начиная от этой истории, о готовности Авраама принести в жертву Ицхака, и до конца пророков, до всех пророческих книг, великих и малых пророков, говорится, что «никогда Господу на сердце не приходило проводить сына своего или дочь свою через огонь». То есть, когда были цари злочестивые, нечестивые, как, например, царь Манаше, Манасия, который в VII веке правил Израилем в течение 55 лет, терроризировал всю страну, кровью невинной наполнил Иерусалим от края до края, говорит, царство, четвертая книга царств. Идолопоклонство процветало во всех самых жутких, отвратительных, омерзительных формах, в том числе практиковались человеческие жертвоприношения. И вот это все Господу не угодно, об этом говорят все пророки. Были периоды, когда Израиль, руководимый царем идолопоклонником, впадал в такие формы идолопоклонства, связанные с человеческим жертвоприношением. Но здесь-то благочестивый ифтах, и не видно, чтобы автор книги Суде его осуждал. То есть это одно из очень самых трудных, может быть, с моральной точки зрения, мест священного писания. Подчеркивается здесь не то, что человеческое жертвоприношение, дальше из дальнейшего повествования мы увидим, приносится в жертву дочь ифтаха, а то, что ифтах хранит верность обету. Ифтах хранит верность своему обету, который он принес Богу. Действительно ли потом дочь была принесена в жертву или нет? Или это всего лишь был обычай, связанный с каким-то ежегодным праздником, когда оплакивали девы свое девство? Существует разное толкование на сей счет. Но вот когда мы дочитаем до конца главы, мы еще пару слов об этом необходимо будет сказать. Дальше 32 стих. «И пришел ифтах к аммонитянам сразиться с ними и предал их Господь в руки его. Произошло сражение, израильские войска победили аммонитян и поразил их поражением весьма великим от Аруэра до Минифа, двадцать городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевым. Их подчинили. «И пришел ифтах в мицпу, в массиву, в дом свой». Значит, он жил в мицпе в этой, продолжал жить. В дом свой пришел. «И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери». Напоминает это нам евангельскую историю, как Иисус Христос воскресил сына наинской вдовы. И там тоже подчеркивается, что это был единственный у нее сын, и она была вдова, значит, больше у нее сыновей не будет. И вот Господь Христос над ней жалился, сказал, не плачь, потом воскресил сына этой самой наинской вдовы. Ну, здесь тоже такие же слова примерно, что она была у него дочь единственная, единственный ребенок, а больше у него не было ни сына, ни дочери. Бедный, бедный ифтах. Когда он увидел ее, она выходит ему с музыкальными инструментами навстречу, сопровождают, видимо, ее другие девы, лики вот этих самых дев, хороводы какие-то, наверное. «Разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз уста мои пред Господом и не могу отречься». Подчеркивается верность обету. Обет безумный, конечно. Но священный писатель подчеркивает верность этому обету. Вот ифтах вроде бы харизматически богом поставленный судья. Но обет приносит неразумный, необдуманный, ужасный. И вынужден его исполнить. Священное писание подчеркивает его верность своему обету. Как сказано в книге «Экклесиаст», «Когда даешь обет Господу, немедли исполнить его». Но если обет преступный, должен ли ифтах его исполнять? Похоже, что автор книги «Судей» никак ифтаха за это не осуждает. Подчеркивает лишь верность этому обету. Но, может быть, просто отстраненно пишет об этом. Как будет отстраненно писать о других преступлениях, совершавшихся в Израиле, в заключительных, дополнительных главах этой самой книги «Судей». В этой связи следует заметить, что Библия, история «Судей», история «Пророков», история «Царей» совершенно лишена того, что мы находим в житиях святых. Нет того, что называется колоритура постума, посмертное раскрашивание или посмертное расцвечивание. То, чем порой грешат жития святых. Жития Дмитрия Ростовского, многотомный труд, за основу очень многих житий, там взяты жития, написанные в Европе иезуитами. Дмитрий Ростовский пользовался этими житиями, редактировал их, и многое из того, что там сочиняли в новое время иезуиты, он перенес свой перевод этих житий. То есть, не критически. А иезуиты переводили как? Они много чего приписывали чудесного и говорили, это все к вящей славе Божьей. От майорам да и глориям. Рубят голову мученику, обязательно бежит молоко. Уже знаешь, чем закончится. То есть, когда в житиях святых, они пишутся по одному шаблону, когда в этих житиях древних святых, в их основе нет мученических актов, то тогда мы видим, что присочиняют. И вот если сравнивать жития святых с этими сказочными порой сюжетами, и сравниваешь священное писание, то как земля и небо. Очень велика разница. В писании все описывается правдиво. И даже люди, избранные Богом, посвященные, они не свободны от грехов. В житиях святых, конечно же, есть великие грешники, которые становятся великими праведниками. Но вот в Библии и праведники согрешают. Праведник семь раз на день может впадать в грех. Но в отличие от грешника, он отличается тем, что он не валяется в этой греховной яме, он немедленно подымается, встает и идет дальше. Праведник. Поэтому и праведники согрешают. И Давид согрешил с Батшевой, с Версавией и с своим полководцем Урией Хиттиянином. И Соломон согрешил, благочестивый царь, который построил храм Господень в Иерусалиме. Согрешил ужасно. Великим развращением развратили его многочисленные воиноземные жены. Он впал, выдало поклонство, почитание иных богов. За что Господь и разделил единое царство Соломонова на два царства. И даже безукоризненный Давид, если согрешил, и Зикия согрешал, то и судьи, конечно, тоже не были людьми безгрешными и святыми. Интересно, что послание к евреям, 11 глава, перечисляя все эти облака свидетелей древних, всех героев веры ветхозаветных, канонизирует Ифтаха. Ифай канонизируется в послании к евреям. То есть, причисляется, можно сказать, к лику святых, пользуясь нашей терминологией. Мы в послании к евреям, в 11 главе, читаем его имя среди других древних святых подвижников. И что еще скажу? 32 стих 11 главы. «Недостает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае». Имена, причем, переставлены местами, не в хронологическом порядке идут. Самсон был после Ифтаха, щемшон. «О Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство». Но действительно, Ифтах верой своей, верностью Господу победил Аманитян. Это правда. Творили правду, получали обетование, заграждали уста львов и так далее. Творили правду. Ифтах принес этот ужасный злой обет, который никак не соответствует вере Израиля. В Израиле никогда не практиковались, вернее так, злочестивыми царями иногда практиковались, но в Израиле никогда не было легализовано человеческое жертвоприношение. Человеческие жертвоприношения всегда были запрещены израильским законодательством. Так вот, Ифтах, совершая это преступление, он идет против веры Израиля. Дает необдуманный обет и стремится его исполнить. Она сказала ему, говорит дочь Ифтаха своему отцу, «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим Аманитянам». Дочь патриотически настроена поддерживает отца в исполнении его обета. «И сказала отцу своему, сделай мне только вот что, отпусти меня на два месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал, пойди, и отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и совершил он над нею обет свой, который дал. И она не познала мужа, и вошла в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочь Евтаха Голодитянина четыре дня в году. Ежегодный установился такой вот обычай, праздник, связанный с воспоминанием дочери этого Евтаха, ежегодное празднование. Значит, комментаторы расходятся, и древние, и современные. Принес он ее в жертву, на самом деле, во всесожжение, то есть сжег ее на жертвеннике Господнем или нет, в Мицпе, в этой самой. Или просто она не познала мужа, то есть осталась навсегда девой. Отцы церкви, особенно аскетические, аскетические отцы, они говорят, что да, это вот девство, девство, она осталась девой и не познала мужа в течение всей своей жизни. Он ее не отдал замуж, свою дочь, попросту говоря. Что было, конечно, исключительным для тогдашнего человека Божьего, для верующих, для народа Божьего. То есть вообще-то девиц отдавали замуж, а оставить, не отдать свою дочь замуж считалось очень плохо. Но раз его уста произнесли, то ничего не поделаешь, обед надо исполнять. Значит, есть два решения моральной проблемы, которая перед нами встает при чтении этой главы. Как мы истолковываем этот текст? Или он принес ее в жертву, и тогда Ифтах, скорее, злочестивый и плохой судья, хотя и победил Аманитян, потому что совершил глубоко аморальный поступок, принеся в жертву свою дочь, или просто не выдал ее замуж. Тогда это, если хотите, прообраз христианского безбрачия, христианского аскетизма. Вот в этом заключительном стихе, 40 стихе 11 главы, есть глагол «оплакивать». Дочери Израиля выходили оплакивать дочь Ифтаха. Здесь «оплакивать» переведено по септуагинте, по греческому переводу, попало в русский. В еврейском тексте, в масоретском, стоит глагол, редкий очень глагол, тав-нун-гей, второй амоним. И он всего лишь дважды используется. Здесь и в пятой главе, в песне Деворы, в пятой главе, в 11 стихе, мы встречаем тот же самый глагол, где говорится, 5.11 книга судей, «Да вас поют хвалу Господу». «Да вас поют». Значит, там понятно по контексту этой песни, песни дворы, что там «воспоют хвалу», то есть песнь, торжественная, хвалебная, в честь Господа песнь. А здесь, ну, по контексту, вот переводят «оплакивать». И причем, с опорой на греческий текст, видимо, синодальный переводчик следует этому, да? Хотя в еврейском тексте, вот глагол, встречающийся в Танахе в еврейской Библии всего лишь дважды, оба раза в книге судей. Может быть, это петь, как в пятой главе, может быть, петь плачевные песни, то есть оплакивать. Вопрос открытый. Перевести можно и так, и так. Это часто бывает. И, во-первых, глаголы бывают многозначные, во-вторых, бывают амонимы, в-третьих, бывают глаголы редкие, которые один или два раза лишь встречаются в Танахе и больше нигде не попадаются. И тогда возникает трудность с переводом этих глаголов. И контекст даже не всегда помогает. Запись сделана для библейского портала Экзегет.